всем привет дорогие друзья сегодня 16 декабря и с утра я сейчас еду в аэропорт артали и улетаю в москву айхан и беркер прилетят 19 поэтому вместе с вами эти три дня мы путешествуем по москве а потом сайханом и беркером сейчас в Алане очень жарко но я оделась уже по погоде в Москве стоим на дороге ждем трансфер в Алане началась жаркая неделя сейчас 9 утра но на солнце уже очень жарко и солнце светит очень-очень ярко я еду как всегда на легке вот таким вот чемоданом небольшим сумка у меня для компьютера и маленькая сумочка сейчас я лечу авиакомпанией Победа а 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 и а а ну что дорогие друзья как вы видите я уже в аэропорту анталии спустя два часа в трансфере мы приехали выгрузились народу сейчас мало декабрь месяц очень быстро прошли регистрацию очень быстро прошли таможню и сейчас в анталью санта ли в москву я лечу авиакомпании победа многие многим не нравится эта авиакомпания потому что очень строгие правила но билеты дешевые билет вышел всего 6 около 7 тысяч рублей с багажом поэтому если вам не нравятся строгие правила этой компании вы можете лететь например более дорогой а компания аэрофлот турецкой авиалинии и так далее ну я взяла 10 килограмм багаж у меня был перевес один килограмм меня заставили выложить все это я положила в ручную платье все ручная платья у меня вошла в этот ящичек никаких проблем с этим не было так что я сейчас в аэропорту до рейса осталось где-то один час сейчас похожу по duty free и уже полетим вместе с вами в москву я лечу сейчас 1 16 декабря альхан и беркер пролетят 19 москву до 19 числа мне нужно сделать кое-какие дела у них немного задерживается виза поэтому они прилетают после меня поэтому в этом видео мы с вами из теплой жаркой сегодня кстати очень жарко из очень жаркой анталии летим в москву посмотрим какой погодой она нас там встретит москву а Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, дорогие друзья, мы с вами уже в Москве на Киевском вокзале. Хотела снять в аэропорту, встретила свою подписчицу, но села батарейка, потому что случайно нажалась кнопка в самолете на камере и, представляете, села батарейка. В общем, пока ехала в аэроэкспрессе, подзарядила. Еще сегодня должен был быть прямой эфир в 8, но, в общем, я ничего не успела, поэтому сейчас быстро еду в гостиницу. И уже оттуда будет прямой эфир, и там мы с вами пообщаемся, расскажу вам нашу программу, потому что это очень-очень интересно. Вот так по дороге снимать не люблю, потому что вещи, в общем, еду в метро, в метро мне ехать минут 20, и встретимся уже в гостинице. Вот она, дорогие друзья, Москва. Как вы знаете, из России я обычно не делаю видео, но этим прошлым днем, вчерашним днем, я хочу с вами поделиться. Где я нахожусь, примерно представляю, потому что вчера произошло очень много всего сначала не очень приятного, а потом очень приятного. Поэтому хочу с вами этим поделиться, пока иду до торгового центра, чтобы снять наличные, чтобы заплатить в гостинице, потому что при переводе с карты Сбербанка они берут 5%. В общем, везде, везде свои такие интересные моменты есть. Так вот, прилетела я вчера из Анталии. Дорогу вы мою видели. Прилетела я вчера из Анталии в Москву где-то в 6.20. И оказалось, что из аэропорта Внуково на Киевский вокзал Аэроэкспресс идет всего раз в час, потому что я всегда раньше ездила, но мне казалось почему-то, что это происходит, ну, может быть, раз, два раза в час, раз в полчаса. Оказалось не так. И, конечно же, вместо запланированного прямого эфира в 7 часов я перенесла его на 9, потому что я думала, что окажусь на Киевском вокзале, пойду в Европейский, покушаю, потому что была очень голодная. Но все оказалось намного сложнее. Я позвонила в свою гостиницу, мне нужно было еще до нее ехать немного на метро, и я решила не ехать в Европейский, доехать быстренько до гостиницы и сделать прямой эфир позже. Когда я приехала в гостиницу, я была в полном шоке, потому что на картинках все было очень красиво, а в реальности это был тихий ужас. И самый главный ужас был в том, что стены были настолько тонкие, что я могла слышать людей, которые находятся в соседних комнатах внизу, наверху. Ну, в общем, это было все очень неприятно, потому что после целого дня в дороге и в самолете мне хотелось отдохнуть. Как вы видите, в Москве холодно, сейчас где-то 1 градус, плюс 1 градус, около нуля, и я пришла в торговый центр, чтобы купить кое-какие свои необходимые вещи. И дорассказать вам свою историю. В общем, друзья, продолжая дальше, в том отеле были ужасно тонкие стены, мне нужно было делать прямой эфир, я думала о том, что вы меня все ждете. Но, к сожалению, ничего не получалось, и я подумала о том, что ладно, эту ночь я переночую в этом отеле, потому что я уже заплатила, слава богу, я не заплатила за все дни, слава богу. Я переночую в этом отеле и поеду. Но когда мимо стали ходить, мимо комнаты стали ходить люди, они очень громко говорили. В общем, я решила, быстренько нашла, хаотично искала на букинге новый отель. Нашла новый отель, посмотрела, сколько до него ехать на такси, вызвала машину и уехала. Потому что очень хотелось отдохнуть, а отдохнуть там было невозможно. В общем, я приехала куда-то в ночи на такси в очень хороший отель, очень хорошо выспалась, отдохнула. В общем, слава богу, все хорошо. Но со мной произошел очень, очень интересный случай в такси. Расскажу поподробнее. Дело в том, что я вызывала такси первый раз по приложению Яндекс.Такси. И этого приложения у меня раньше не было. То есть, вот представьте, в 10 вечера мне пришлось все это дело быстренько скачивать, вызывать такси, непонятно куда ехать. В общем, я скачала это приложение, вызвала такси. Хорошо, что я в аэропорту купила номер телефона. Хотя бы таксист мог бы со мной связываться. И таксист приехал, но оказалось, что на карте была не та метка. Она была чуть дальше, чем мой отель. Посмотрите, какая елочка есть, кольцевая, искусственная, кстати. В общем, эта метка была дальше, чем мой отель. Таксист извинился, сказал, ой, простите, вы неправильно сделали. Я сейчас подъеду. Подъехал, забрал меня. И поскольку Айхан, кстати, очень важно, Айхан с Беркером прилетают 19-го. Я прилетела 16-го, чуть пораньше, чтобы сделать кое-какие дела. Айхан с Беркером прилетают 19-го. И для того, чтобы у Айхана была сим-карта, я ему оставила свою сим-карту, на которой у меня Сбербанк. И что вы думаете? Налички у меня было всего 250 рублей. По карте оплачивать в такси никак. Карту я не привязала к гуглю, потому что это все было так поздно. Ну, в общем, такая неприятная ситуация. И что вы думаете? А, и привезти деньги со Сбербанка на телефон, за Сбербанк онлайн на телефон я не могла, потому что симки у меня не было, и не приходили мне смски. Точнее, не приходили Айхан. Так вот, друзья, что у нас случилось дальше? Таксист был очень приятный молодой человек из Кабардино-Балкарии. Муаид его зовут. Я оставлю в описании к видео его номер телефона, поэтому, если вы будете в Москве, обязательно пользуйтесь его услугами. Потрясающий доброты человек, приятный, чистая машина. Работает Яндекс.Такси, но я оставлю вам его телефон. Почему же у меня оказался его телефон? Это случилось таким образом. Поездка моя стоила, по-моему, около 350 рублей, но наличка у меня была всего 250. И когда оказалось, что я не могу перевезти ему на Сбербанк, знаете, что он сказал? Он говорит, да не надо, не платите. Вы и так сегодня намотались. Не платите, ничего страшного. Эти деньги не важны. Главное, чтобы вы приехали, отдохнули и так далее. Потому что, когда я ехала в такси, мы с ним обсудили всю его жизнь, как он оказался москвичем в Кабардино-Балкарии. Кстати, он занимается выращиванием и торговлей яблоками. Так вот, он говорит, нет, не надо. Я говорю, вот у меня есть 250 рублей, дайте мне, пожалуйста, свой номер телефона. И как только Айхан приедет, у меня будет пароль, и я вам переведу остаток денег. Сколько денег осталось, он так и не сказал. Я потом посмотрела, осталось там 46 рублей или что-то в таком роде. Поэтому, когда Айхан приедет, я обязательно переведу на его телефон. Так вот, взяла у него номер телефона, поэтому у меня оказался его номер телефона. Я оставлю его номер телефона в описании. Если будете в Москве, если пользуетесь услугами такси в Москве, обязательно обращайтесь к нему. Он сказал, что если звонить ему лично по телефону, то нужно звонить чуть заранее. То есть, сразу он не приедет, чуть заранее можно звонить. Вот такая вот история, друзья. И эта история мне напомнила все истории, которые многие иностранцы рассказывают о том, когда они приезжают в Турцию и говорят о том, что ой, с меня не взяли деньги за хлеб, с меня там на рынке сказали, потом принесешь. Так вот, я еще раз убеждаюсь в том, что хорошие люди есть везде. И что вы думаете, приехав в отель, там были две замечательные женщины, когда я им звонила резервировать, они мне все спокойно рассказали, объяснили. Две классные женщины, которые меня быстренько заселили в очень красивый, хороший, чистый номер. И все, и я проспала, как младенец, до утра. А сейчас пришла в торговый центр, нужно купить кое-какие хозяйственные, я забыла расческу дома. Ну, в общем, кое-какие хозяйственные вещи, снять денежку и пойду обратно в гостиницу, загружу видео. И у меня есть встреча вечером. Да, я уже говорила, что Айхан и Беркер прилетают какого числа? 19 числа утром я их встречаю. И сейчас вам немножко расскажу о программе, которая нас ожидает, как в Москве, так и в Мурманске. В Мурманске это просто шикарная программа. Поэтому сейчас из холодной Москвы, из холодной Москвы, с холодной улицы перелетаем в гостиницу и рассказываю вам о своей программе. Как вы видите, друзья, 16 декабря в Москве снега нет. И, конечно же, все волшебство в Москве начинается, ну, мне кажется, вот в такую серую погоду, именно когда наступает ночь и зажигаются все огни. Поэтому увидим с вами эту красоту в скором времени. Как я видела в комментариях, многих из вас, конечно же, заинтересовала, особенно на Фейсбуке, вот эта вот наша поездка на крайний север. И раскрою вам, из чего будет состоять эта поездка и как мы едем и с кем. Эту поездку организует компания Хибины для вас. Это пресс-тур, в котором нам покажут все красоты Кольского полуострова. Сейчас я вам покажу программу, она настолько насыщенная, что это просто супер. И несмотря на то, что я родилась на Кольском полуострове в Мурманске, я во многих местах, конечно же, не была. И еще очень интересно то, что Айхан и Беркер едут, и для них это будет что-то невероятное. И многие из вас говорили о том, что они хотят увидеть северное сияние, оленей и так далее. Поэтому все ссылки на эту компанию смотрите в описании. Если вам что-то интересно, звоните, пишите им, узнавайте цены туров. А наш тур начинается в Мурманске. Вылетаем мы в Апатиты 23 декабря и возвращаемся 28. То есть наш тур будет с 23 по 28. С 19 по 23 мы в Москве. И наш тур, вот, например, смотрю в первый день. Ужин в ресторане Северный ансамбль. Осмотр различных гостиниц. Ну, поскольку это пресс-тур. Трансфер в Кировс. Гостиница Северная. Осмотр гостиницы. Будет подъем на площадку Большой Вудьявор. Ну, в общем, это такой день. 23 будет официальный. Далее, 24-го. Обзорная экскурсия по снежной деревьям. Презентация воздушной гавани. Огни и мандры. Экскурсия в таинственный лес. Охота за северным сиянием начинается в 22.30. Осмотр базы отдыха. 24-е. Художественный сал. Ботанический сад. Обзорная экскурсия. Поход на снегоступах на вершину горы. Интерактивная экскурсия. Музеи здесь различные. 26-е. Снегоходный тур. В общем, здесь каждый-каждый час у нас расписан. Ужин в какой-то интересной... У Саамов. Дальше. Экскурсия по побережью Баренцева моря. Териберка. Охота за северным сиянием. Снегоходы. Лайки. Друзья. Различные-различные... Посещение различных мест, музеев и так далее. Ну, в общем. Игра в снежки, катание на ватрушках, лепка снеговиков и так далее. В общем, все вот это вот ребята включили в 20... Вот сколько это получается дней? Ну, 5 дней. 23-й до 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й. 6 полных дней у нас будет вот такая вот насыщенная, прям насыщенный пресс-тур. С чем это связано? Связано это с тем, что в сентябре месяце большая делегация из Мурманска туроператоров прилетала в октябре месяце, прилетала в Аланию. И насколько вы знаете, многие из вас знают, Аланьи и Мурманс города побратимы. Побратимство было подписано в 2014 году. Я была не инициатором этого побратимства и всегда выступала за развитие отношений в первую очередь, естественно, на официальном уровне, но отношений между людьми. И, конечно же, в Аланию приезжают много мурманчан, много россиян. Из очень-очень многих стран мира люди живут в Алании. Но хотелось показать и северную культуру. И вы удивитесь, многие турки и даже аланьицы летают в Норвегию, чтобы посмотреть северное сияние, побывать вот в этой вот красивой северной природе. Ездят на рыбалку, на охоту. Поэтому, несмотря на то, что кажется, что зачем туркам Мурманск, север и так далее, нет, это всё очень интересно, потому что это другое. И многие мечтают увидеть, да и многие в России тоже, я думаю, мечтают увидеть северное сияние. Поэтому, если вам это интересно, смотрите в описании к видео, пишите ребятам, они подскажут вам все цены, туры и так далее. Очень разнообразные у них есть туры, и летние, и зимние. Ну, а видео из этого тура, конечно же, выйдут на моём канале, и видео из Москвы тоже. Поэтому, вот эти вот два дня я здесь занимаюсь своими делами. 19-го прилетает Айхан, и мы начинаем наше путешествие вместе по России и по Москве. Надеюсь, что вам тоже будет интересно. Вечером мы с вами также встретимся в прямом эфире. Поэтому, друзья, я надеюсь, это видео вам было интересно и полезно. Всем всего хорошего, из холодной Москвы, я пошла греться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!